Жил да был блогер Егор Стронг. И было у него все хорошо. И бицуха, и трицуха, и задний дельтовидный пучок нижнего бицепса бедра. И была у него крутейшая тачка. Егор, перейди сюда. И была у него крутейшая тачка. Лишь одного не хватало в жизни Егора, хайпу. И задумался Егор, как бы хайпу этого раздобыть. Решил было синтолу в руки закачать. Но его и так там было с избытком. Решил тогда Егор прической вычурной подписчиков удивить. Но что может быть вычурней имитацией половых женских органов? И задумался Егор, где нынче больше всего хайпу? В зарубах. Не помня себя от счастья, начал Егор выбирать соперника. Задницу которого можно надрать и хайп вожделенный получить. Может быть он? Я думаю, это слишком просто. Может быть тогда он? Это, я думаю, будет слишком сложно. Может быть тогда он? Да ну его нахрен! А как насчет него? Да это слишком чревато. И решил Егор найти малоизвестного блогера, одолеть его и хайп вожделенный получить. Где же найти малоизвестного блогера? Что бы я делал, будучи неизвестным нахрен никому не нужным? Точно, бухал бы в баре. Здорово! Здорово! Ты кто? Здорово! Я блогер! А что ты тут делаешь? Бухаю! А что ж ты бухаешь, блогер? Да посмотрел бы на тебя, потому что я самый малоизвестный блогер! Нахрен никому не нужный? Точно! Чувак, ты то, что мне нужно! А сколько у тебя подписчиков? Совсем мало. Ну, в цифрах. Ноль. Как так? А как канал твой называется? Какой канал? Как какой? Видео ты куда выкладываешь? Тьфу, как куда? На рабочий стол, мои документы, папка YouTube. Логично. А хочешь похайпиться? Да ну нахрен, я гетерос. Ты меня неправильно понял. Давай устроим феерическую зарубу века. Порвем YouTube. Вау! Отличная идея! А у меня будут свои хейтеры? Целая армия. Ну тогда я согласен. Егор, кто ваш соперник? Я с огромным уважением отношусь к своему сопернику. Он один из самых известных блогеров на просторах русскоязычного YouTube. Он мотивирует своими невероятными результатами огромное количество людей. Как мужчин, так и женщин. По всему миру. Какие условия зарубы? Условия зарубы очень простые. 8 раундов, 8 заруб. Победа, очко. У кого больше очков, тот победил. У кого меньше очков, тот лох и проиграл. И отдает всех подписчиков мне. Я так понимаю, что в первом раунде вы придумаете челлендж? Совершенно верно. Это будет уникальная заруба, которую никто никогда еще не делал. Вот вы слышали о зарубе 100 подтягиваний за 10 минут? Да, конечно. Это очень популярная заруба сейчас. Совершенно верно. Так мы пойдем еще дальше. Мы сделаем 50 подтягиваний за 50 минут. Вы, собственно, кто? Я тренер. Руки Базукин. Что за тупое имя? Почему тупое? Микки Рурк нормальное имя? Вроде да. Руки Мирк нормальное имя? Да, вроде. Ну вот, я Руки Базукин. Ясно. Готовиться надо к интервью, ясно. Как вы оцениваете свои шансы в предстоящих зарубах? Ну, как говорится, главное не победа. Главное поражение. Привет, друзья. Сегодня мы с Максом начинаем наш, не знаю, баттл зарубы. В общем, идея такая. У нас есть 2 месяца, 8 недель. Мы хотим зарубиться. Кто сбросит в процентном соотношении больше жира. Но все это будет происходить еще и не просто как жиросжигание, а будем раз в неделю устраивать различные зарубы. Один раз Макс будет приезжать ко мне в неделю, один раз я к Максу. И вы будете видеть, как мы еще и между собой зарубаемся. Конечно, мы не шредеры, поэтому не ждите от нас суперрезультатов. Сегодня, к примеру, мы будем подтягиваться. А я такой молчаливый, типа, да, в общем, не разговариваю? Вот теперь ты что-нибудь расскажи. Дорогие друзья и как там, случайные прохожие? Случайный зритель. Дорогой случайный зритель. Появилась идея. Я как бы хочу выразить, наверное, желание всех подписчиков Егора. Я никогда за 15 лет подписки на него не видел его просушенным. Поэтому я бросил ему вызов и сказал, что он, в принципе, не способен на это. Но он сразу такой, я же не способен. Вот поэтому мы решили сделать такой мини-баттл на 2 месяца. Кто больше сбросит жира, я или он. Я вообще не спортсмен, вообще этим не занимаюсь. Не качок. Не качок. Я практически ничего не делаю. А в баскетбольщик играешь? Но я очень люблю побеждать, поэтому я приложу все усилия. Тоже подрать его толстенько и задеться. Просто у Макса, я вам еще открою секрет, есть пару ресторанов, пиццерий. И я уверен, что я по-любому все равно его сделал. Он придет на работу, тут пахнет пиццей, начнет ее жрать, жирок начнет сохраняться. Так что, Макс, я тебя сделаю. Ну да, конечно. За 4 года владения рестораном я, посмотрите, очень хорошее. В общем, такие вот у нас планы. Смотрим, что получится. Да, сегодня я приехал к Егору. Это как бы наш первый день зарубы. Мы на его площадке, я весь в черном, потому что на выезде играю. А я дома, я в светлом. Дома буду светлым. Сегодня он придумал подтягивание, естественно, как бы он силовик. И у него больше шансов, но... Больше шансов? Но я попил кофе, поэтому я наберу его. Погнали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, друзья, неожиданно Макс меня порвал. Я что-то вообще лошара. Нет слов. Что ты скажешь? Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Жизнь накладывает свои... Плюс, как бы, тоже было очень важно сейчас первую игру на выезде выиграть. И я, как бы, ну, изначально попытался Егора именно в это русло подтягивания задвинуть. Потому что, как бы, он изначально хотел там свои всякие становые тяги, приседания, я говорю, нет, давай что-то там попроще для меня. Я, как бы, так выголовал на эту тягу. Я знаю, что он, что он очень, ну, самый тяжелый парень, и он выдохнется очень быстро. До 15 килограмм. Поэтому, как бы, я, я понимаю, что я сделаю понемножку-понемножку, он выдохнется, а я, как бы, додолго. Ты скажи, у тебя перед этим была какая-то план, стратегия, и ты этого придерживался? Да, абсолютно. Я, как бы, ну, как математик, я изучил, что блогеры говорят по этому поводу, изучил, что Егор говорит по этому поводу. И понял, как меня обойти. Изучил, что остальные, остальные ребята, да, как бы, и, ну, это было у меня в мозгу, я знал, что делать. Может быть, я не до конца правильно это делал, но... Через неделю? Суть в том, что победа. Через неделю я еду к тебе, и мы будем делать... Что ты приготовил? Значит, если сегодня у Егора были какие-то шансы, в следующий раз у него не будет шансов, потому что я его вызываю на челлендж по скакалке. Тысячу раз прыжков на скакалке. Я сделаю в два прихода, чтобы ты вообще просто... Да, конечно. Я разорву тебя на скакалке, ты, наверное, не ожидаешь. Я думаю, что он просто даже от пола не оторвался с его массой. Ну, там же не обязательно двумя ногами. Я просто чуть-чуть ходил там на тайский боксинг, мы много прыгали. И на баскетболе. Ну, да. Я не думаю, что Егор когда-то этим занимался. Вот, поэтому, как бы, я рассчитываю на легкую победу. Но, в любом случае, буду тоже тренироваться, буду вспоминать, потому что я домой не прыгнул. Я вот, кстати, пару дней назад купил скакалку, поэтому вот эту неделю мне есть, чтобы потренироваться. Так что, друзья, ждите следующий выпуск через неделю. Кто болеет за меня, ставьте лайки. Кто за Макса, ставьте дизлайки. И если хотите что-нибудь написать позорное... Кто за меня, отписывайтесь с этого канала. Если хотите что-нибудь позорное написать без оскорблений, пишите в комментариях. Вместе поржу. Ну что, увидимся, как всегда, в следующий раз. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Егор, что произошло? Что произошло? В день перед зарубой я делал становую тягу и качал бицепс. В ночь накануне зарубы я не спал, у меня болел живот, меня одолела диарея. Турник был скользкий, судьи подсуживали. И еще спортсмен, соперник мой пришел в жимовой майке. Куда смотрите, судьи? Но ничего, я не буду искать оправданий. Все-таки еще впереди 7 заруб, 7 раундов. Мы с тобой еще сочтемся. Как так получилось, что вы победили? Ну, знаете, я очень серьезно отнесся к зарубе. Я пересмотрел все ролики на ютубе по подтягиванию. Особенно мне понравились советы создателя канала Heavy Metal Gym. Он-то и помог мне натрать задницу Егору. Также особая благодарность выражается жене Егора за то, что она его откормила как свинью. Вы уже подумали над следующей зарубой? Да, вы знаете, мне надоел этот детский садик. Я решил сделать настоящую, мужскую, брутальную зарубу прыжки на скакалке. Удачи! Спасибо! Будете что-то спрашивать? А, сейчас я спрашиваю? Ты же еще там что-то должен. А, да, конечно. Ну, давай! Дурак за 15, блядь! Блядь, точно! Вы, собственно, кто? Я забыл слова! Я забыл слово.